здравствуйте товарищи авиамоделисты сегодня почти заключительная стадия сборки крыла от ксена крылья от ксена мультиплекса вот фюзеляж я сам сделал первый облет был в ручном режиме я все настроил теперь я установил полетный контроллер матэк 405 CTR и значит осталось мне закрепить gps приемник нужно выбрать место где где бы на компас не влияли магнитные поля магнитные поля постоянно от электромотора от сервоприводов но я вот все сейчас собрал как бы для того чтобы померить найти точку где нет влияния постоянных магнитных полей значит вот этот вот приборчик сборщик этот это мили тесла мер тп 01 нашего российского производства меряет индукцию магнитного поля как постоянного так и переменного но сейчас он режиме измерения постоянного магнитного поля значит на диапазоне 2 мили тесла значит магнитное поле земли это примерно в районе двух сотых мили тесла вот значит вот я сейчас как бы двигаю вот этот щуп здесь до чехола на конце установлен зависимый он измеряет индукцию вдоль оси вот зависимости от того как я наклоняю имени меняется значение то есть это это как компас работает вот почти такой же компас как и у нас стоит на наших беспилотниках вот какая метода метода определения точки где нет влияния значит измеряем в трех плоскостях ну сначала вертикальной вот устанавливаем на 0 вот вертикальная плоскость устанавливаем на 0 то есть компенсируем магнитное поле земли вы сейчас на 0 и установлю так вот это 0 главное что я конечно не строго держу вертикально то есть любое отклонение и он уже показывает вот вот 0 примерно я знаю что вот в этой точке вот если я буду смещаться ближе к мотору то показания нас растет но вообще если к мотору поднести вот ну то есть вот как бы здесь вот более менее вот если стороны почти влияния никакого нет потому что сервоприводы здесь на концах далековато находится от этой точки но примерно вот вертикальная плоскость и это вот здесь вот вот почти 0 вот теперь если мы в другой плоскости на 0 выставим не знаю тут я так снимаю меня помощника нет вот только он кошка ходит и смотрит что я делаю так вот 0 выставили теперь смотрим вот эта точка где у нас почти никакого влияния если мы начинаем перемещаться ближе к мотору вот мы видим влияние то есть чем ближе к этому но это и так очевидно что магнитное поле от постоянных магнитов вот оказывает влияние ну вот здесь вот эта точка вот так что в носу стоит тоже серва машинка но она настолько маленькая и там внизу она двигает курсовую камеру вверх вниз но она почти не влияет вот я двигаю потом здесь вот впереди будет стоять видео камеры которые будут нормально снимать так значит теперь меняем другую другое направление другой плоскости так вот опять на 0 устанавливаем ну тут проверяется еще тоже чтобы не было никаких магнитных деталей под вот этими крышками вот вот то есть более менее то есть если больше сотых это уже плохо сейчас на тысячных вот я смещаюсь к мотору но видимо вот видно что в этой плоскости тоже но это магнитные поля рассеивания вот они могут по всякому тут замыкаться вот значит я установил что в этой точке вот конечно я мог установите на этот кронштейн вот здесь поставить так это вообще будет супер вот вот то есть вот тут 0 если если на на этом кронштейн надо было и пкалинтой если на этот кронштейн это будет идеально но по аэродинамическим соображениям оно тормозить будет то есть я установлю здесь накрою каким-то обтекателем вот этот вот наш gps приемник вот таким образом вот и я проверил что влияние магнитных полей здесь минимально ну а теперь значит смотрите вот кронштейн так вот вот крошел здесь здесь находится болтик такой который крепит и вот этот болтик я обнаружил что он магнитный вот сейчас его панпом вот так вот поставлю вот 00 сейчас сделаем в этой плоскости выставлю и буду подносить к этому болтику вот сейчас я поднесу к нему видите как магнитный болтик нам всю картину портит вот пожалуйста значит вот эту штуку этот болтик надо заменить на немагнитный я вот таким образом у всех квадролютов замену сделал на немагнитные вот можно из нержавейки из латуни из дюрали вот то есть вот смотрите на стойке вроде крепишь да а все дело портит вот этот магнитный болтик вот такие дела но на этом я заканчиваю товарищи свою демонстрацию ну я бы мог конечно показать на квадролете то же самое такие же процедуры вот то есть вот еще показываю вот это мили тесла мер российского производства вот конечно кому такой я на работе взял по поднастроить найти им дальше в принципе он не нужен так когда нужно что-то выяснить насколько он сейчас их мотору понесу вот пожалуйста все он мерит во всех плоскостях какое ванильное поле да ну вот в принципе можно сделать просто до чехола приобрести аналоговые то же самое измерение делать вот на этом я заканчиваю делайте свои квадролеты самолеты будьте здоровы и и и и и и и и